Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Преодолев удивление, Дилан пожимает руку Гэжи Шули и извиняется за то, что у него грязные руки. Баран и госпожа Шули начинают болтать, но Дилан втайне думает, как плохо он выглядит рядом с Гэжой Шули. Пока Баран и Шули ханым идут в кабинет, Дилан идет в свою комнату переодеваться. Приходит гурман, который, как думали Ясмин и Харон, придет в ресторан. Ясмин перечисляет меню на этот день, но когда гурман спрашивает разрешения, она говорит, хорошо, звони мне, когда захочешь, и уходит. Гурман приветствует свое мнение о чистоте. Дилан, с другой стороны, не может решить, что надеть, и ему срочно приходится встать перед Гэжой Суле. Гурме внимательно наблюдает за движениями Харона и Ясмин и фотографирует каждую деталь на столе. Баран говорит Шули ханым, что хочет сделать зимний сад в новом доме в качестве сюрприза для Дилана. Госпожа Шули говорит, что у нее есть друг, ландшафтный архитектор, и они могут получить от него помощь в этом отношении, и говорит, что мы постараемся сделать все возможное для Гэжи Дилан. Когда Баран собирается пойти проверить Дилана, Дилан приходит одетый и приходит. Пока Дилан говорит так, как будто ему все равно, приходит Ферат. Баран отправляет Дилана к Гэжи Шули. Пока Ферат сообщает, что он и Джихан собираются выследить Дживахира, господин Кудрет приходит к ним и говорит, я гонюсь за Шаиром, мы не откажемся от этого, будьте спокойны. Гурман зовет к себе Ясмин и Харуна и просит их еды. Пока госпожа Шули разговаривает по телефону, Дилан наблюдает за каждой ее ситуацией, и хотя она втайне ему завидует, она говорит себе, не преувеличивай, Дилан, это все из-за гормонов. Но он считает, что с распущенными волосами госпожа Шули выглядит круче, поэтому она тоже распускает волосы. Он объясняет Барану, что из-за пряжки у меня болела голова, теперь мне удобнее. В ожидании Ферата Джихана они пьют кофе и болтают с Кеном Кудретом и Гулем. Когда приходит Джихан, Гуль спрашивает, куда ты идешь. Хотя Ферат говорит, что подышает свежим воздухом, Гуль в это не особо верит. Дилан постоянно исследует то, что есть у Шули Ханем, чего у него нет, и чувствует себя неполноценным. Когда госпожа Шули спрашивает, какой проект вам ближе, Дилан отвечает, я немного устал и не могу сосредоточиться, Баран говорит, отдохни, мы можем продолжить, если хочешь. Когда Дилан внезапно говорит, что нам важно посмотреть его вместе, если его не будет в живых, госпожа Сули уходит от них, говоря, я оставляю каталог вам, и давайте не будем больше утомлять Гэжу Дилан. Гурмана не нравится еда, принесенная Ясмин и Хароном, и он немедленно покидает стол. Когда Харон приносит пахту, они очень удивляются, когда не могут найти этого человека. Харон пробует нашу еду, она такая вкусная, что он задается вопросом, почему этому парню она не нравится, и он не может ее проглотить, говоря, что это очень плохо. После этого Ясмин тоже ест это, чтобы понять, что это такое, и им остается только задаваться вопросом, что это такое. Пока Баран провожает Шули, Дилан и Гуль говорят о том, что Феррат встречается с Джиханом. Тем временем, услышав, как Дилан Бэрон говорит, я жду новостей от тебя, Дилан спрашивает, а чем вы ждете новостей от Гэжи Шули? Как только госпожа Шули уходит оттуда, она звонит мужчине, которого она любит, по поводу зимнего сада, который хочет Баран, и говорит, я не могла найти лучшего ландшафтного архитектора, чем ты. Я хочу бросить всю свою работу и хочу зимний сад. Достойный имени Коробеев. В то время как Дилан говорит Гулю, что госпожа Шули крутая и очень элегантная, Гуль говорит, что она не такая уж красивая. Гуль постоянно указывает на его недостатки и пытается заставить Дилан осознать это. Феррат и Джихан предупреждают людей, которых они нашли у моря, чтобы они сообщили им, если у них будут какие-либо новости. Дилан спрашивает, почему он поручил эту работу Гэжи Шули и выясняет детали. Баран говорит, что его друг Хакан рекомендовал эту женщину, а также объясняет, что она архитектор, удостоенный наград. Когда Дилан больше интересуется самой Гэжой Шули, чем домом, Баран говорит, вы беспокоитесь о нашем доме, не волнуйтесь, если бы Хакан не был хорошим архитектором, он не был бы для нас примером, расслабьтесь. Харун и Ясмин говорят Джевдету и Цеврии, что еда испорчена. Когда Цеврии говорит, надеюсь, он не гурман, Ясмин говорит, он определенно гурман, а Харун думает, я не думаю, что он гурман. В то время как Ясмин всегда винит себя за то, что сказала, что если бы она была осторожна, этого не произошло бы из-за меня, Харун берет на себя смелость сказать, что этого бы не произошло и что это тоже моя вина. Потом они спорят об этом, но Джевдет делает это мило. Пока Дилан и Баран думают, что посадить в своем саду, Дилану внезапно захотелось абрикосов. Пока Баран идет за ним, он говорит Дилану продолжать просматривать проекты и выходит из комнаты. Собираясь уйти, он встречает Феррата. Когда Феррат спрашивает, Дилан говорит, что ему очень хочется абрикосов, и он собирается их купить. Когда Баран говорит, мы не могли говорить о том, что ты сделал, Феррат говорит, я пойду с тобой, я объясню тебе это по дороге, и они идут вместе. Баран приходит с абрикосами, и Дилан понимает, что он притворяется спящим, и говорит, что я знаю, что он не спит. Дилан тут же встает, говорит, что так вкусно пахнет, и сразу же начинает есть. Баран говорит, что мы пошли с Ферратом и мобилизовали всех мужчин. Во время еды Дилан говорит, я самая счастливая женщина в мире. Помимо абрикосов, Баран также купил клубнику и сливы, на случай, если Дилан подержит их в руках, чтобы съесть их все самому, в то время как Баран отодвинул тарелку, сказав, я тоже это съем. Дилан встает рано и одевается. Когда Баран просыпается, он удивляется, что не видит ее в постели. Когда он говорит, как это красиво, этим утром я чувствую себя счастливым, Дилан отвечает, в другие дни я держал свое сердце закрытым. Когда Баран говорит, что госпожа Шуля скоро придет и позволит мне подготовиться, Дилан говорит, что вы займитесь своим бизнесом, а мы справимся с этим. Когда Цеврия беспокоится о том, что у нее мало молока, и сообщает об этом Джавдету, он немедленно начинает искать решение. Пока Баран и другие члены семьи разговаривают внутри, Баран внезапно понимает, что госпожа Азади плохо себя чувствует у бассейна и убегает. Все внезапно паникуют, подходят к нему, берут его за руку и заводят внутрь. Госпожа Кадер говорит, что ей следует приготовить соленый айран, но госпожа Азади хочет пойти в свою комнату, чтобы я мог немного отдохнуть в своей комнате, думаю, из-за недостатка сна. Госпожа Кадер и Гуль берут его под руки и проводят в комнату. Дилан объясняет свои идеи о доме Шули Ханэм, и они проясняют некоторые вещи. Когда господин Кудрет говорит, что ему не нравится состояние Гэжи Азади, он отвечает, что и Баран тоже. Когда Ферат и Джихан собираются снова пойти куда-то, Гуль говорит, я подумал, не пойти ли нам в кино. Когда Ферат говорит, нельзя ли нам пойти вечером, Гулю становится скучно, а Джихан расстраивается и говорит, я собирался купить кое-что, я не определился, я хотел, чтобы мой брат помог мне, и они уходят. Джевдит приносит всю петрушку, которую находит в продуктовом магазине. Пока Дилан и Шули разговаривают, в комнату входит Баран, но Дилан обеспокоен его приходом. Пока Баран зовет Гэжу Шули, Дилан стоит перед ним и смотрит. Когда госпожа Шули хочет уйти, потому что я сообщу вам подробности позже, Баран говорит, что вы остаетесь, и я позабочусь об этом. Дилан говорит, хорошо, а Баран говорит Гэжу Шули, что я жду вашего ответа, Дилан говорит, что я чувствую себя некомфортно, я пришел к вам. Госпожа Шули говорит, вы очень добры и благодарит ее. Хасан дает Шаиру деньги в конверте и предупреждает его не бродить, потому что крабеи ищут вас повсюду. Когда он собирается спросить о Джевахире, Шаир уходит, не слушая его. После того, как госпожа Шули уходит, Баран спрашивает Дилана, ты же не будешь мне завидовать, верно, и Дилан отвел взгляд. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.